Заключили контракт с единственным участником аукциона. Определен подрядчик, это Архстройкомпани, который будет вести работы по восстановлению Саратовского театра юного зрителя. Напомню, старое здание Навольской сгорело в октябре 2012 года. Планировалось восстановить его в текущем году, причем по поручению губернатора. Однако сделать это не удастся, и 300 миллионов, выделенных из федерального бюджета, придется вернуть до следующего года. Почему мы попытались выяснить у директора Саратовского театра юного зрителя Анатолия Барсукова? Здравствуйте, Анатолий Юрьевич. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, зрители. В этом году начали работы по реставрации старого тюза. Расскажите, на каком этапе сейчас находятся работы и что еще предстоит сделать? Произошло в конце 2013 года выделение федеральных денежных средств в сумме 300 миллионов. Проведены были обследования, подготовлена проектная документация, но в ходе самых первых производимых работ, которые начались еще весной, их небольшой объем, было выявлено ряд неудобных моментов, связанных с тем, что необходимо пересматривать проект. Потому что за тот период, короткий период времени, когда здание не эксплуатировалось, находилось в таком разрушенном состоянии, ряд конструктивных элементов, несущих конструкций, потеряли свои функциональные способности, несущие способности. И как следствие, выявлены были некоторые работы, которые необходимо дополнять, корректировать проект. Соответственно, на сегодняшний день я могу сказать, что определён на следующий этап, на проведение несущих конструкций генеральный подрядчик, появился единственный участник, единственный участник, который заключил контракт. И, соответственно, будет организовывать следующий этап усиления несущей конструкции и возможную корректировку проекта, связанную как раз с тем, чтобы здание укрепить, фундамент укрепить несущие бетонные, металлические конструкции и так далее. Есть некоторый ажиотаж, некоторый, я не хочу сказать, что он большим валом идёт, но некоторый ажиотаж с сокращёнными сроками. Я видел проект, который существовал, начинались по которым проводится работа, прежде всего демонтажные. В нём указано, я могу сказать, около 30 месяцев проведения работы. Проектные сроки, они существуют. И сделать запланированное в 2 месяца, в 3 месяца практически нереально. В этом году мы отмечаем столетие Юрия Киселёва. Его честь уже назвали площадь перед новым зданием ТЮЗа, а также провели конкурс на установку памятника. Расскажите о победителе конкурса и о дальнейшей судьбе проекта. Да, конкурс прошёл. Со стороны театра было привлечено максимальное участие всех, скажем так, заинтересованных, квалифицированных и квалифицированных лиц. В результате конкурса единогласно победил Андрей Щербаков. С своим представленным предложением оно, причём с точки зрения ценовой категории, оказалось самым недорогим. Как будет реализовываться проект на сегодняшний день, для меня пока нет ответа. Потому что привлечь спонсорские деньги в таком объёме мы пока не смогли. На частичный объём на сегодняшний день проект даже не стоит реализовывать, начинать, чтобы не остался каким-то не до конца завершённым. Насколько значимыми, по вашему мнению, для города являются подобные проекты, в том числе реконструкция старого ТЮЗа и установка памятника Юрию Киселёву? Значимость восстановления здания на Вольской 83, я думаю, здесь невозможно даже переоценить. Потому что я читал в первые дни после пожара, речь шла даже о каком-то офисном центре, но я считаю победой, что это здание останется в культуре. Спасибо, Анатолий Юрьевич, за то, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. До свидания. Спасибо большое, до свидания. До свидания. А я напоминаю, у нас в гостях был Анатолий Юрьевич Барсуков, директор Саратовского ТЮЗа. Анатолий Юрьевич Барсуков